Вооружившись мусорными пакетами и перчатками, учащиеся студенты и другие жители города вышли на уборку. Сегодня они наводят порядок на территории возле школы номер 34 и в поселке Заря. Под очистную акцию также попал берег реки в районе коммунального моста. Сюда пришли около 50 человек. Чувствую бодрость на то, что на воздухе свежем. Хоть и ветер чуть-чуть, а так хорошо себя чувствую, нравится убираться, чувствую пользу, то, что городу приношу. У нас профиль биохимы, поэтому мы тоже решили, что мы должны принять участие в этом. Ну и вот, несмотря на погоду, мы здесь. Наш город и так не сильно чистый, а так хоть чем-то поможем ему. Около ста мешков мусора волонтеры собрали всего за пару часов. При этом бытовые отходы складировали раздельно. Пластик отделяли от остального мусора. Позже ему предстоит обрести вторую жизнь. Мешки для уборки предоставило управление жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря ни на что, то есть ребята пришли. Мы говорили, что это вообще акция по желанию, по собственному, по собственной инициативе. И даже такие погодные условия не испугались. Ну и в принципе природе, погоде мы благодарны за то, что нет дождя. Ну а ветер, он нас не пугает. И в связи с погодными условиями уборка длится где-то в районе часа будет. То есть мы вот так планируем. Ну и вот близлежащую территорию в районе берега коммунального пляжа мы планируем очистить. Всего в этот день в экологическом субботнике в борьбе за чистоту объединились более 90 стран. В России, засучив рукава, вышли наводить порядок жители 83 регионов. Когда ты знаешь об акции достаточно много, то в сердце рождается небывалый энтузиазм. Я знаю, что вместе со мной в эти минуты убираются жители Латвии, Эстонии, Бельгии, Болгарии и ряда других стран. Порядок наводит и вся Россия, жители Москвы, Томска, Уфы, Кемерово и многих других городов. Вот так за один день все вместе, взявшись за руки, мы можем сделать нашу планету гораздо чище. Татьяна Свинаренко, Андрей Огрызков. Новости ОТН.